Дневник садовода Огородника Дневник садовода Огородника Почва уже достаточно прогрелась для посадки картофеля. В качестве посадочного материала берут клубни весом 60-80 грамм. Глубина посадки составляет 6-8 сантиметров. Но еще больше полезной информации о дальших работах в это время вы найдете в 9 номере журнала Дневник садовода Огородника. Спрашивайте его в киосках о продаже прессы и в магазинах для садоводов. Либо оформите подписку на издание. Сегодня мастер-класс по изготовлению земляничной грядки нам покажет Лариса Абрамова, ландшафтный дизайнер, и ее помощник Александр. Лариса, ну а теперь вам слово. Мы сейчас пройдем непосредственно туда, где по нашему проекту должны находиться клубничные грядки. Для изготовления металлокаркаса мы использовали трубу профильную сечением 20 на 20. По изготовлению каркаса он был покрашен краской, которая защищает его от коррозии, ну и придает ему более привлекательный вид, так сказать. Для обшивки каркаса и для изготовления стенок мы используем сосновую доску. Предварительно с доски нужно срезать шип, который имеется на данном виде досок, чтобы он потом не мешался для монтажа верхней планки. Монтаж досок осуществляем на саморезы. С помощью дрели сверлим насквозь сразу и доску. И профиль. Сначала мы монтируем торцевые части нашей клумбы, для того, чтобы потом стык, который будет просматриваться в основном со стороны дома, был менее заметен. Потом мы монтируем на эту сторону. Далее в той же последовательности монтируются доски по периметру. Вот у нас есть практически завершенный вариант нашей грядки, которая украсит данный участок. Сейчас на ее примере Александр покажет, как накладывается верхняя досточка. Потом мы ее переместим, поставим на место. И будет понятно, с какой целью она там задумывалась и как она там смотрится. Верхние защитные планки декоративные мы монтируем также на саморезы напрямую к профилю. Так как грядка имеет криволинейную форму, то верхние планки подрезаются под различным углом. Размечаем с помощью карандаша и угольника. С помощью простой, но очень острой ножовки отрезаем все это дело. Получается ровный срез. Проверяем, как это все подходит. Получилось вполне прилично. Вот по такому принципу мы собираем всю верхнюю окантовку нашей грядки. Единственное, что осталось сделать, нанести пропитывающую мастику внутри на дерево, для того, чтобы дерево служило более долговечно. С вами была Наталья Плужникова, главный редактор журнала «Дневник садовода Огородника». Если у вас есть вопросы, связанные с выращиванием растений, обращайтесь к нам в редакцию по телефону 506-238. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok